Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня министр здравоохранения Крачево-Черкесия Казим Шаманов рассказал об эпидемиологической ситуации в республике с распространением COVID-19. Ситуация на сегодняшний день остается достаточно напряженной и сложной. Более 770 зараженных, из них 21%, находятся на стационарном лечении. Это практически пиковые показатели в период первой волны распространения инфекции. Также министр рассказал, что скоро приступает к работе новый госпиталь на 200 мест. Он полностью оснащен всеми необходимыми препаратами и медицинским персоналом. По поручению президента России Владимира Путина, заболевшие, которые получают лечение на дому, должны будут обеспечены медицинскими препаратами. На эти цели выделят средства из федерального бюджета. Сегодня мы составили список этих препаратов. Глава республики дал поручение в кратчайшие сроки закупить и начать выдавать. Мы будем это делать совместно с главами наших городов и районов, с руководителями СОБЕСов, чтобы мы четко понимали, кто нуждается. И в первую очередь нуждаются и будем стараться обеспечить всех. В эту категорию входят только заболевшие. Есть четкие рекомендации, уже в течение 5-6 месяцев выработаны. И по этим рекомендациям мы будем работать совместно. Это не будет решение одного Минздрава. Это будет решение в каждом населенном пункте. Мы будем работать с главами районов. Совместно с ними будем создаваться бригады, которые будут развозить. Это не обязательно наши медики будут. Данное поручение получено. Находится на контроле у главы республики. Я думаю, в кратчайшее время мы усилим эту позицию. Поликлиника в Абазинском районе работает сегодня в штатном режиме. Более подробно о лечении больных коронавирусной инфекцией вестям рассказала заместитель главного врача. Основная масса пациентов из данной категории – это пациенты с легким течением заболевания. Они у нас получают лечение на дому. По рекомендациям участковых терапевтов или педиатров они получают препараты, медикаменты, которые им рекомендуют участковые доктора. Мы им выдаем бесплатно эти медикаменты. Лица со средней степенью тяжести получают у нас также амбулаторное лечение. То есть они проходят лечение на дому. В учреждении создана бригада для обслуживания данной категории пациентов для внутривенных инфузий. То есть те пациенты, которые имеют тяжесть лечения средней степени, они у нас получают лечение на дому. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. День памяти жертв политических репрессий – это напоминание о преследовании и гонениях, которым подверглись в эпоху тоталитарного режима граждане страны. Представители самых разных классов, профессий, религиозных конфессий. Миллионы сломанных жизней, перечеркнутых судеб, разбитых надежд. Печальная участь не обошла и жители Карачаева-Черкесии. В каждой второй семье есть человек, ставший жертвой режима, либо пострадавший от репрессии. Но люди не напрасно верили в лучший исход, оставались верны своей отчизне и ждали перемен. Спустя годы справедливость восторжествовала, и репрессированным вернули доброе имя. Обращения подписали спикер парламента Александр Иванов и председатель правительства Асланозов. Годами большого террора называют первую половину XX века. Объявлены были врагами народа и подвергнуты репрессиям по политическим мотивам миллионы человек. Тысячи были расстреляны. Только после решений, принятых на 20-м партсъезде КПСС, началась реабилитация жертв политических репрессий. Мадина Каракетова подробнее. Трагедия первой половины XX века коснулась судеб миллионов людей. Всем знакомо понятие политические репрессии. И за годы правления Сталина им подверглись миллионы людей. По словам доктора исторических наук Рустама Бегеулова, после гражданской войны страна встала перед очередной дилеммой в выбором пути политического и экономического развития. Дальнейшее развитие экономических процессов на базе новой экономической политики, оно, конечно, должно было нести за собой и дальнейшую политическую либерализацию, укрепление хоть какого-то минимального политического плюрализма и так далее. Но, к сожалению, этого не произошло. Был взят курс на дальнейшее ужесточение политической системы, на подавление, причем довольно жесткое подавление оппонентов действующей власти, дальше на выявление реальных и потенциальных врагов новой власти, что, в общем-то, совпало во многом с укреплением личной власти Сталина. Пик репрессий против тех, кто не принимал идеологические взгляды советской власти, пришелся на 1937-1938 годы. Врагами народа объявляли политруководители, хозяйственников, политическую и творческую элиту, вычищали ряды Красной Армии. Подозрение в ненадежности пало на 45% армейского руководящего состава. Гонением и притеснением подверглись и семьи репрессированных на них ставилась клеймо сына или дочери врага народа, что предопределяло его дальнейшую судьбу. По мнению Рустама Бегеулова, количество лиц, подвергшихся репрессиям, разница, и некоторые политики и историки называют порою необоснованное количество, доходящее до нескольких десятков миллионов. Так или иначе, конечно, жертвы политических репрессий в Советском Союзе, особенно в 30-е годы, исчисляются сотнями тысяч человек. По официальным данным, в период пика репрессий, повторяю, в 1937-1938 годах было арестовано около полутора миллионов человек. Причем значительная часть тогда их была приговорена к высшей мере наказания. Массовые аресты, ссылки и расстрелы происходили и до 1937 года. Например, печально известная социально-экономическая программа «Раскулачивание». В нее попали и представители старшего поколения семьи жительницы Черкесской Инны Мостовой. Моя бабушка Евдокия Демченко в полной мере испытала на себе все тяготы раскулачивания, рассказывает Инна Мостовая. У них были свои поля, свои мельницы, свои фермы. Очень богато она прожила. Ну вот, в 15 лет у нее случилась такая история о любви, о которой она мне очень много рассказывала. Она вышла замуж за любимого человека, за Дмитрия Солженицына. Это был родной брат известного писателя Александра Исаевича Солженицына. Но счастливы Солженицыны в браке были совсем недолго, около года. В рамках раскулачивания у них все отобрали и отправили в Сибирь. Бабушка рассказывала, что очень тяжелый путь они прошли, пока туда их довезли. В общем, она начинала рассказывать, всегда очень плакала. По дороге они потеряли родного брата мужа, подростка. Где-то на пересылке просто потерялся в толпе, больше никто этого мальчика никогда не видел. Добрались туда, было на пустое место практически. Было очень голодно, холодно. Бабушка рассказывала, что она сначала потеряла одного ребенка практически сразу после родов. Младенцем умер ребенок. Через некоторое время родился еще один ребенок и тот же умер. Ну, как она рассказывает, дети там практически не выживали. В спецпоселениях люди умирали от лишений болезни и тяжелого труда. Расстреливали по любым пустякам. Положение Евдокии Солженицыной усугубилось еще и побегом мужа из спецпоселения. И еще много лет после этого его разыскивали. И даже бабушку бедную водили на допросы. Даже после того, как она была уже замужем за совсем другим человеком. Конечно, на мой взгляд, чудовищное в этой истории то, что тем временем, когда бабушку с семьей ее мужа выслали в Сибирь, одновременно раскулачили ее родителей. И, в принципе, захватили поместье, дом. И это на фоне того, что бабушкины родные братья, три брата, были офицерами, ну, командиры Красной Армии, действующие в то время. И, несмотря на это, вот так вот поступили с семьей сестры и с их родными родителями. Хотя некоторые историки и считают правильной политику раскулачивания, но, тем не менее, и это явление разбило тысячи судеб и унесло тысячи жизней. Не всем представителям дворянской элиты удалось выжить. Синна Мостовая рассказывает, что после реабилитации ее бабушке пришлось начинать заново жизнь. Много лет она проработала в Черкесске на швейной фабрике и даже была награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В истории отражены жестокие меры раскулачивания и расправы против обычных бедняков, крестьян, которые от голода собирали на полях пшеничные колоски. Их также ссылали и расстреливали. В годы Великой Отечественной войны репрессии продолжились. Сталинский режим депортировал целые народы. Кумыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, немцы оказались на грани исчезновения. Всего 52 народа, 14 из которых были депортированы с родных мест полностью, а 48 частично. По данным различных источников, с 1921 по 1953 годы были репрессированы около 5 миллионов человек и расстреляны почти 800 тысяч. Парадоксально то, что Иосиф Сталин позже сам признавал, что несколько тысяч человек были обвинены и расстреляны совершенно незаконно. Но объяснял это формулировкой «лес рубят, щепки летят». 20-й партийский СКПСС стал началом процесса реабилитации жертв политических репрессий. Ужасное клеймо было снято с нескольких тысяч жителей, как находящихся еще в живых и в заключении, так и уже умерших. Наиболее активно процесс реабилитации продолжился после распада Советского Союза, а уже Россией. Доктор исторических наук Рустам Бегиулов говорит, что политические репрессии – спутник любой системы, выстроенной на основе авторитарного, тоталитарного режима. Современным обществом, по его мнению, из истории сделаны ряд правильных выводов, извлечены правильные уроки, но есть и то, над чем еще стоит подумать. Мадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 21-23 градусов тепла. Мегадешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Долгожданным подарком для жителей Орженкидзовского станет обновленный центральный сквер поселка. На общественной территории уже появилась красочная детская площадка со всевозможными аттракционами для малышей дошкольного возраста и детей постарше. Ахмат Халкевич продолжит. Такого масштабного ремонта в центральном сквере поселки Орженкидзовский, можно сказать, не было с советских времен. Капитальная реконструкция сквера стала возможна благодаря поддержке со стороны руководства Карачаевского городского округа. И реализуется она в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Здесь вообще было детям где играть в поселке? Ну, было несколько качелей, но они уже старенькие были. А вот сейчас хорошо. Ну, конечно, еще чуть-чуть, наверное, надо что-то сделать. Но мы довольны. Спасибо. Моему внуку нравится вот эта качеля больше. Каждое утро просится, мама, бабушке или маме. Новый парк, новая качеля. Хорошо. Да, Лимтик? Да. Спасибо, да. Это спасибо. Это? Спасибо. Где проводить свой досуг родителям с детьми? Этот вопрос стоял остро. Ребятишек в поселке немало. И поэтому развлекательный городок просто необходим. Дельца глава Орженкидзовского Руслан Батчаев. Как вы сами видите, детская площадка у нас замечательная. Ну, и как бы вот этот сквер хотелось бы получше как бы облагородить. То есть еще предстоит здесь работа? Да, да, да. Это уже вторая такая современная детская площадка, которая открывается в последнее время в Орженкидзовском. Первую установили на дворовой территории многоквартирного дома. Ну, а вторую разместили в центральном сквере, чтобы она была доступна всем жителям поселка. Редкая голубая луна взойдет на небе этой ночью. Необычное полнолуние смогут увидеть жители Земли. Астрономическое явление в этом году совпало с Хэллоуином. Цвет луны в этот день никак не изменится, обратили внимание астрономы. Голубой луной принято называть явление, при котором полнолуние случается дважды в месяц. Обычно луна становится полной примерно один раз в четыре недели. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...